Друзья, отцвели наши шикарные дельфиниумы. Красоты невероятные. И голубые, и сиреневые, и синие. И вот они уже сформировали семенные коробочки. Конечно, это ни к чему, и мы обрезаем. Есть в агротехнике дельфиниумов нюанс, поскольку у них трубчатая форма, внутри пустота, есть нюанс. Когда мы обрезаем дельфиниумы, сначала мы сейчас вот так обрежем, что происходит. По осени, видите, там полое пространство, пустота. По осени и зимой, если вы отрежете прямо на пенек, на пенек, коротко, что произойдет? Влага будет затекать туда, в эти полые трубочки, скапливаться. И когда понижение температуры наступит, нулевые температуры, корневые шейки будут разрываться. Там образовываются бактериальные и грибковые заболевания. Поэтому, как минимум, как минимум, оставляйте сантиметров 15 эти пенечки, чтобы у вас не было потери этого растения. Друзья, еще один у нас участок, на котором находится дельфиниум. Посадили мы вдоль административного корпуса. И вот, обратите внимание на наличие мучнистой росы, поражены, да? Побеги уже черные. Мучнистая роса, это грибковое заболевание, сделала свое дело. Цветы не такие интенсивные и мощные, как в центральном нашем цветнике. С чем это связано? С агротехникой. Ни в коем случае нельзя сажать дельфиниум в тех местах, где идет замокание почвы. Дельфиниум не терпит застоя воды. А у нас здесь получается скат крыши. Привело к тому, что началось развитие грибковых заболеваний. И побеги. Кус не погиб, хотя на следующий год однозначно, если мы отсюда не выкопаем и не пересадим, он может практически погибнуть. Видите, какие атоничные, чахлые, дохлые цветоносы? Просто листья все поражены мучнистой росой. Не допускаем ошибки. Сажаем в сухое, солнечное место, без замокания, без близкого нахождения грунтовых вод. Сейчас цветоносы, еще раз проговариваю, чтобы куст развивался полноценно, мы на пенек не обрезаем. Поскольку структура куста и побегов такова, что у нее внутренняя часть полая. Если вы на пенек обрезали до основания земли, в эту корневую систему скапливаться вода будет и развиваться, поскольку у нас осень может затяжная быть до декабря, скапливаться влага, будет развиваться бактериальная и грибковая инфекция. Поэтому оставляем как минимум сантиметров 20-15 побегов. Именно вот так вот. Понятно, пенечки неэстетичные, значит, можете застричь еще покороче, оставив 15 сантиметров, это женская ладонь. Но не меньше. Продолжение следует... Продолжение следует...